Экстренная эвакуация жителей Проходят в районе дачных массивов Космос и Комарова вблизи Уральска Ранее они отказывались покидать свои дома Спасатели сняли с крыши Четырех человек Поиски людей, оставшихся в подтопленных Населенных пунктах, ведутся при помощи Беспилотника Спецоперацию по эвакуации граждан Координирует министр ПУЧС Чингис Аринов Уровень воды в реке Урал В регионе превысил опасную отметку Потоплено свыше 3000 дачных домов Угроза подтопления сохраняется В 84 населенных пунктах Западно-Казахстанской области Чтобы сдержать воду Там возводят земляные валы Задействованы свыше 10 тысяч человек И 2000 единиц тяжелой техники В Уральский уровень воды в реке сегодня преодолел опасную отметку И продолжает расти Таких показателей не было с середины 90-х По прогнозам Казгидромета Есть большая вероятность, что Урал поднимется до 9 метров Вода уже начала заходить вверх по течению в реку Чиган Подтапливая дачные массивы Жители просят закрыть Шандоры Чиганского водохранилища У специалистов свое видение По их словам, металлические конструкции Не предназначены для такой массы воды Шандоры Чиганского водохранилища Запроектированы так, что они Имеют одностороннее действие Со стороны реки Чиган На подъем уровня воды Со стороны реки Урал Они не запроектированы То есть, если вода Сейчас поднялась Если мы установим шандоры Течение воды И масса воды, которая идет по реке Урал Просто-напросто Поднимите эти шандоры И получается Процесс затопления будет ускоряться А в Бурлинском районе Уровень воды в реке Урал Составил 995 сантиметров Под контролем спасателей и местных властей 9 населенных пунктов Расположенных на берегу Урала Под угрозой подтоплений 20 сел в районе Байтирек Сейчас в районе работает тяжелая техника Возведено 30 километров временных дамб Днем и ночью на сегодня контролируют По этим построенным дамбам Чтобы не проскочила снизу вода Поэтому на сегодняшний день По нашему району Я уверен, что Мы выдержим И все будет нормально На сегодняшний пик Поводка проходит На сегодняшний день Мы берем полностью информацию С Российской Федерации И также от наших берем И по этим По нашей информации Сахпарник такой же Такой спадем идет Поэтому я думаю Все будет Пройдет нормально Уровень воды в реке Урал Специалисты контролируют Через два гидропоста Расположенных в селах Жарсуат и Январцево По словам специалистов Казгидромета Пик паводка прошел на востоке области Уровень воды идет на спад Гидропост расположенный в селе Жарсуат На балансе местных исполнительных органов Падение уровня воды означает Что пик паводка там прошел Уровень воды не будет подниматься В области продолжают работать Спасатели военные из разных регионов страны Оперативные группы укрепляют берега Возводят земляные насыпи Больше трех тысяч домов И тысячи предборовых территорий Остаются потопленными В североказахстанской области Об этом сообщили в ДЧС региона С начала паводков в регионе Эвакуировано свыше 14 тысяч человек 800 из них уже вернулись в свои дома А в пунктах временного размещения Остается больше 900 пострадавших Еще около 100 семей заселили В общежития университета и колледжей города Большая часть эвакуированных Остановились у родственников Паводковая ситуация в области Остается стабильно сложной Отметили представители департамента ПУЧС Вода от нас идет в сторону России Поэтому от них угроза никаких нет Тем не менее мы все-таки ожидаем Убытия воды первой волны И прибытия воды второй волны Опять же масштабного мы здесь Ничего не ожидаем Но тем не менее держим порох сухим Принимаются все меры по откачке Укреплению дамп То есть те же работы проводятся Сейчас в регионе восстанавливают автодорогу Жасказган-Петропавловск Сообщили специалисты Казавтожол На участке задействовано 56 единиц техники Сейчас идет засыпка основания трассы Напомню, отрезок дороги республиканского значения Размыло еще 9 апреля В Иргинском районе Актюбинской области Затоплено село Бельщер Более 120 человек Жителей и волонтеров Занимавшихся строительством дамбы Эвакуировали на вертолетах Министерства обороны Людей доставили в райцентр В пункты временного размещения Сейчас в Ивакопунктах региона Остается около 9 тысяч человек Больше трети из них дети Переполненным оказался приют Для бездомных животных В Костанае Во время паводка он стал Эвакуационным пунктом для собак Из затопленных домов и садовых обществ Сюда привезли больше 150 питомцев Их спасли жители и волонтеры Возвращаются ли за четвероногими владельцы Узнавала Наталья Струкова Смогли выловить только двух И люди сами привезли маму В этом приюте две сотни собак Больше половины из них попали сюда Во время паводка Их спасли в ближайших садовых обществах И частных домах У нас очень много людей неравнодушных Кто на своих лодках Кто-то брал лодку в аренду Покупали костюмы И сразу плыли Просто хватали любых животных Доставляли до берега Эвакуация происходила сразу С трех-четырех точек Конечно, это осложняло ситуацию Потому что разные выезды и так далее Но ничего, справились Пик паводка прошел Но большинство эвакуированных собак До сих пор остаются в приюте К владельцам вернулась Лишь третья часть питомцев У нас уже есть хэппи-энд Когда забрали своего Алабай И взяли нашего хвостика Он сказал, говорит Да ладно, будет акция плюс один И все, и забрали Это было прямо вообще потрясающе В любом случае Какие-то дворянины Либо слепые собаки Инвалиды Они останутся с нами навсегда Они не лифтанируются Не выгоняются Они будут жить столько Сколько Пока их не заберут уже всеми Семью Сергея Валиева Эвакуировали из дачного общества Пса Диму пришлось На время оставить у волонтеров Питомца пенсионер Навещает несколько раз в неделю Собаку заберет Как только сможет Вернуться в свой дом И таких историй десятки А пока приют переполнен Собаки располагаются даже вне Потому что свободных вольеров нет Мы не имеем ни дотации Ни поддержки Никаких госорганов Госструктур То есть это абсолютно Наша личная инициатива То есть мы содержимся На собственные средства И средства неравнодушных граждан С дельмя даже является Нашей собственностью То есть нам ее Никто не выделял Основные расходы По приюту Несут его основатели Это пять жительниц города Которых объединила Любовь к животным В планах Строительство новых вольеров И расширение территории Поддержки попросили В местном окемате Но результатов Пока нет На юге Кыргызстана Сошел мощный сель Сообщается об одном погибшем В Ожской области Грязевой поток Накрыл автомобиль В котором ехала семья Из четырех человек Вместо жителей Успели спасти Двух женщин и ребенка Мужчина унес сель Позже спасатели Нашли его тело Сели также сошли Еще в двух районах Кыргызстана Причиной исхода Селевых потоков Стали предположительно Ливни По прогнозам синоптиков Дождливая погода В регионе продлится Еще несколько дней Сильный шторм Обрушился На турецкий город Чанкары Порывы ветра Снесли минарет Местной мечети Сооружение рухнуло На проезжую часть улицы В результате инцидента Повреждены здания И машины Жертв нет Пострадала от непогоды И столица Турции Анкара Там шторм Повалил деревья И разрушил крыши домов Сильный ливень Спровоцировал аварии На дорогах Ураган Прошел по территории Популярного У туристов Из мира А в Стамбуле Затопило станцию Метро Президент Эквадора Ввел в стране Общенациональный режим ЧАЭС Из-за энергетического Кризиса Указ будет действовать В течение двух месяцев За это время Власти рассчитывают Решить проблему Дефицита энергии Отмечу Кризис в Эквадоре Возник на фоне Серьезной засухи Которая повлияла На производство Электроэнергии Местными ГЭС Сообщается, что Часть потребителей Оставалась без света До 13 часов в сутки Сегодня день образования Службы государственной Охраны Казахстана В 2014 году Служба охраны президента И Республиканская гвардия Были объединены И стали называться Службой госохраны страны Которая подчиняется Главе государства И относится к силам Обеспечения национальной Безопасности В его функции Кроме охраны президента Членов его семьи И обеспечения порядка На охраняемых объектах Входит также Противодействие терроризму И охрана госсимволов 21 апреля Сотрудники СГО Отмечают свой Профессиональный праздник Необычные ковры Ручной работы Создает житель Жамбылской области Этому искусству Алимжан Алхан Обучился самостоятельно А 23-летний Житель села Ярназар Выращивает Во дворе клубнику Начинающий предприниматель Уже собирает Первый урожай Воплотив бизнес Идеи в реальность Удалось сельчанам При помощи Государственной поддержки Подробнее Анастасия Сульманова Эти ковры Настоящее произведение Искусства Глядя на готовые изделия Можно подумать Что их создает Профессиональная мастерица А на самом деле Юрист Алимжан Алхан Из села Бектубе Год назад После просмотра Мужчина увлекся Тафтингом Техника изготовления Ковров с помощью Специальной иглы и пряжи Так простое увлечение Переросло в семейный бизнес На развитие своего дела Начинающий бизнесмен Получил безвозмездный Государственный грант Детственно наблюдал Как ткали ковры В селах Сейчас это искусство Почти исчезло Моя цель Возродить его Планируя делать ковры С национальным орнаментом И узором А 23-летний Алижан Ажихат В селе Ярназар Выращивает клубнику Для этого во дворе Построил небольшую теплицу И несколько месяцев назад Высадил 2000 саженцев Итальянского сорта Сегодня молодой бизнесмен Собирает первый урожай Сладкая ягода Пользуется спросом У односельчан В теплице важно Поддерживать температуру Это примерно 15-20 градусов тепла Также нужно регулярно Проветривать теплицу И своевременно поливать Тогда можно получить Хороший урожай Помимо клубники Алижан планирует Выращивать еще бананы И лимоны Но для этого Нужна финансовая поддержка Говорит житель Для расширения малого бизнеса Есть возможность Получить льготный кредит От государства Под 2,5% Есть кредитование По проекту Аула Моната Для расширения своего дела Предприниматель Может получить эти средства Максимальная сумма 9 миллионов тенге Мы намерены развивать Различные виды бизнеса Например Тепличное хозяйство И ковроткачество В прошлом году Безвозмездные гранты Получили больше ста Жителей Жамбулского района Теперь начинающие Предприниматели Смогут реализовать Свои бизнес-идеи Кроме того По семи специальностям Есть краткосрочное Обучение безработных Это позволит Жителям освоить Новые специальности И сократить Показатель безработицы Анастасия Сулейманова Бахджам Бапаев Эльдар Байзельда Жамбулская область 24 Кизет В селе Акшеу Матинской области Запустили проект Безалкогольное село Его и инициировали Члены Совета ветеранов Полицейские и госслужащие А местные предприниматели Отказались от реализации Алкогольной продукции По данным Министерства внутренних дел Каждое третье преступление В стране совершается Под действием алкоголя Поэтому жители села Решили отказаться От пагубной привычки Такую же практику Сейчас внедряют В области ЖТСУ Карагандинской И Ак-Тюбинской областях Цель этого проекта Направлена в первую очередь На поддержание Общественного порядка А также на предотвращение Правонарушений И преступлений Все жители села Добровольно поддерживают Эту инициативу Это очень правильный шаг Спиртные напитки Несут только вред И угрозу подрастающему поколению В нашем магазине Алкогольной продукции нет Мы ее не реализуем Продаем только шубат Он куда полезнее Казахстан завоевал Еще одну лицензию На участие в Олимпийских играх Ее принес Владислав Яковлев Спортсмен выиграл золото В одиночном соревновании На 2000 метров В академической гребле Который прошел В южно-корейском городе Чунджу Таким образом В копилке у нас теперь 43 олимпийские лицензии Отмечу Владислав На Олимпийские игры Поедет в четвертый раз К этой Олимпиаде уже подходим Так скажем Уже возраст позволяет Опыт есть Как бы Так можно сказать За счет опыта Уже наилучшая форма будет Уже знаешь Что, как, где Какие все нюансы Вот эти вот Сейчас домой приедем Как я уже сказал После трех с половиной месяца Дома не были Чуть отдохнем Головой, семьей Сделаем небольшой релакс Так скажем И начнем уже Подготавливаться к Олимпиаде Спасибо дирекции Развития спорта Что поддержали нас Учебно-тренировочными сборами Все ребята Которые планировались На эти соревнования Основные были Задействованы на эти сборы Мы были Три сбора в Турции Затем переместились На международный старт В Грецию Затем мы отправились На финальный Заключительный Учебно-тренировочный сбор Который проходил в Китае В Ханчжоу Там находились 25 дней 25 дней усиленных тренировок И вот мы завивали лицензию Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина Стала победительницей Турнира WTA В Штутгарце Четверкая ракетка мира Одолела Марту Костюк Из Украины Встреча из двух сетов Завершилась со счетом 6-2-6-2 До этого в полуфинале Елена Рыбакина Обыграла победительницу Четырех турниров Большого шлема Польку Игу Швентек Для нашей спортсменки Это третий титул года Ранее она выиграла Турниры в Австралии И Эмиратах Ну и к этому часу Это вся информация